В эфире новости ЮРГУ. О том, что происходит в нашем университете и за его пределами, мы расскажем прямо сейчас в студии Ева Добросердова. Здравствуйте! Профилактическое мероприятие «Мы против» посетили студенты нашего университета. «Мы против» – мероприятие для студентов ЮРГУ, посвященное теме наркопреступности. Студентам рассказали о вреде употребления, хранения и продаже психотропных веществ. Я уже не первый раз провожу такие мероприятия и, наоборот, мне приятно в них участвовать, потому что мы делаем большое правильное дело для всего ВУЗа. С докладами выступили инспектор отделения по взаимодействию с образовательными учреждениями отдела участковых и полномоченных по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Челябинску майор полиции Евгения Лоскутова, президент Ассоциации «Южный Урал без наркотиков» Евгений Цибарт и руководитель психологической службы Ассоциации Кирилл Ильченко. Достаточно острая проблема. Конечно, динамика с течением десятилетий меняется. То лучше, то в худшую сторону. Но можно однозначно говорить, что это актуальная тема. Она будет актуальна, я полагаю, еще длительное время. И наша задача – минимизировать риски, сообщать максимум информации о том, как можно жить иначе. В программе – просмотр документального фильма об опасности распространения запрещенных веществ. После его показа студенты задали экспертам интересующие вопросы. Вторая половина мероприятия прошла в формате открытого диалога. Вообще, в целом, правильно, что проводят такие мероприятия. Их делают более масштабными, проводят среди достаточно молодежного, среди студенческого возраста. Поэтому очень хорошо, что мы посещаем такое, что у нас в стране проводится профилактика. Потому что, как мы поняли, это яркая проблема, которая убивает жизни и вообще какую-то перспективу населения. Мероприятие прошло в рамках реализации программы профилактики наркопреступности среди студентов нашего университета. Организатором мероприятия выступило Управление по внеучебной работе ЮРГУ. Состоялся первый набор участников и старт реализации масштабного проекта «Время молодых». О том, как прошло мероприятие, смотрите в нашем сюжете. Прошла установочная встреча для руководителей образовательных организаций, школьников и студентов в рамках проекта «Время молодых». Регистрация для участия открыта с 4 апреля. Да, есть небольшое волнение. Мне кажется, что все сегодня в неведании, что же будет. Но мне кажется, что именно сегодня как раз мы раскроем все карты, ответим на все вопросы и поможем каждому человеку, кто пришел на встречу, разобраться и начать развиваться в проекте. С приветственным словом выступил председатель Челябинской городской думы Андрей Шмидт и председатель молодежной палаты при Челябинской городской думе, руководитель проекта Виктор Фройденбергер. На встрече рассказали о серии мероприятий, которые пройдут в рамках молодежного образовательного форума «Время молодых». В первую очередь проект затрагивает молодое поколение – тех, кто учится в школе, колледже или университете. Мы планируем им рассказать о стратегии города. Она включает абсолютно разные пункты по разным направлениям, будь то экология или инвестиции, например, про бизнес узнать тоже очень полезно. Или, например, как сейчас очень модно говорить про культуру нашего города, про культурные достопримечательности и в целом про образование. Форум «Время молодых» – стартовая точка проекта, на которой участники смогут познакомиться с направлениями развития Челябинска и узнать о возможностях реализации своего потенциала в рамках молодежной политики. В программе образовательного форума освещение о таких тем, как экология, образование и воспитание, культура и искусство и многое другое. Мне это интересно, я жду чего-то, вау-вау, эффекты, чтобы узнать чего-то нового, возможно, какие-то насущие проблемы узнать, чтобы их можно было решить. Форум пройдет 21 апреля в актовом зале ЮРГУ. Посетить его смогут все желающие, кто успел подать заявку на регистрацию. В 4 недели 4 партнера и 17 команд состоялось открытие юбилейного международного фестиваля маркетинга «Зеленое яблоко». С 4 по 29 апреля на базе ЮРГУ проходит международный фестиваль маркетинга «Зеленое яблоко». В мероприятии приняли участие 17 студенческих команд. Перед началом конкурса каждая из них представила себя, рассказала о своих сильных сторонах и поделилась ожиданиями от фестиваля. Кейсы между участниками были распределены с помощью жеребьевки. Наша команда состоит из 9 человек. Мы лично ассоциируемся с мишариками. Мы об этом рассказывали на визитке, скажем так, команды. Мы очень амбициозные, энергичные ребята. Я надеюсь, это нам поможет и сыграет на руку. Честно, я лично совсем не имею представления, какие это будут кейсы. Но мы решали разные кейсы во время пар. Поэтому, я думаю, мы справимся. Первое задание фестиваля – командный конкурс «Лаборатория маркетинговых решений». В его рамках партнеры «Зеленого яблока» представили свои кейсы, которые предстоит решить участникам мероприятия. В этом году среди партнеров компании «Голос Девелопмент», «Жизнь Март», Белорусская государственная сельскохозяйственная академия и благотворительный фонд «Рожденное побеждать». Основной нашей деятельностью является социализация, ресоциализация женщин с инвалидностью. И на седьмой год реализации наших проектов хотелось бы увидеть нечто новое со стороны молодых, талантливых ребят. Несмотря на то, что тема непростая, далеко не простая, она глубокая, но вот в том-то и состоит задача, чтобы вот эту глубокую нашу тему передать с возможной легкостью. В этом году фестиваль «Зеленое яблоко» отмечает 20-летний юбилей. Организатором мероприятия выступает кафедра менеджмента Высшей школы экономики и управления ЮРГУ. Естественно, ты проявляешь себя, ты показываешь себя, ты показываешь, насколько ты умен, креативен, насколько ты способен решать практические задачи, которые перед тобой ставят. Это безусловно, это естественно. Ну и, понимаете, здесь еще дух соревнования друг с другом, не только желание показать себя потенциальным работодателем, но и проявить себя перед условно себе подобными такими же студентами. Фестиваль «Зеленое яблоко» дает студентам возможность повысить свои навыки в области маркетинга и познакомиться с будущими работодателями. На протяжении четырех недель участникам предстоит решать различные маркетинговые задачи, участвовать в различных конкурсах и мастер-классах. Студенты ЮРГУ могут принять участие в акселераторе «Стартап-интенсив» для инновационно-внедренческих центров. Цель – поиск и привлечение партнеров к совместной деятельности с ИВЦ. Инновационная инфраструктура Уральского федерального университета проводит акселератор «Стартап-интенсив» для инновационно-внедренческих центров для молодых ученых и предпринимателей, команд технологических стартапов и инновационных компаний. Это возможность усовершенствовать и доработать собственный проект с помощью производственных мощностей ИВЦ, чтобы после предоставить заказчику готовый продукт. Для участия в программе приглашаются проекты, имеющие наличие макетного образца. Среди направлений – изделия в области теплообменного оборудования на основе оребренных поверхностей, сельского хозяйства, импортозамещений и резинотехнические, а также различные виды полимеров и композитных материалов, строительство, лазерные технологии сварки, электроника. В программе акселератора – курс консультаций по актуальным для стартапов вопросов, индивидуальной проработке проектов с трекерами, включая разработку дорожной карты проекта. Завершение акселератора – определение проектов, которые продолжат работу по адаптации и технического решения к производственным линиям ИВЦ для дальнейшего тиражирования и выхода на конечного заказчика. Отметим, что прием заявок продлится до 21 апреля. Акселерационная программа пройдет с 25 апреля по 21 июня 2023 года. 15 минут на то, чтобы заинтересовать аудиторию. Прошел батл «Ученый говорит», где студентам ЮРГУ рассказали о главных открытиях и актуальных идеях современной науки. В студенческом центре ЮРГУ прошло мероприятие от Российского общества «Знания». Молодые ученые России поделились главными открытиями и актуальными идеями в области современной науки. Самая главная цель – это, чтобы ребята познакомились с деятельностью деятелей науки нашей страны. Потому что действительно есть молодые ученые, которые уже многого достигли и могут легко, доступно и, главное, интересно поделиться своими знаниями и зарядить ребят на будущее погружение не только в научную деятельность, но и в более широкую разработку, возможно, создание нового и инновационного. Мероприятие проходило в форме батла между учеными из разных городов. Каждому спикеру предоставили 15 минут, чтобы заинтересовать аудиторию докладом. По итогу зрительских симпатий определили лучшего спикера. Такой формат, он более интересен, потому что видят соперничество, да, и выступающие стараются тоже выступить более интересно, более креативно. Спикеры подготовили доклады, что такое электричество, как никель изменит мир, один портрет типичного моногорода, вечная борьба человека с самим собой и гравитацией. Популяризация, она на самом деле о каждом из нас, и чем больше мы будем знать, тем и больше мы будем задумываться, и тем более активными людьми в плане социума мы будем становиться. И я думаю, что это действительно важно как для школьников, так и для более старших людей, студентов, аспирантов и даже тех, кто уже не входит в наше такое подразделение молодежи, потому что популяризация, она на самом деле для всех. После лекций спикеров зрители могли задать интересующие их вопросы, а также лично пообщаться с учеными. Весенний пинг-понг 2023. В Южно-Уральском государственном университете прошли соревнования по настольному теннису. В соревнованиях по настольному теннису весенний пинг-понг 2023 приняли участие преподаватели и сотрудники университета, члены их семей, выпускники и ветераны вуза. Вероприятие приурочено к 80-летнему юбилею ЮРГУ. Мы порядка 20 лет проводим соревнования регулярно в это время. Здесь же получается, что мы приглашаем на соревнования наших выпускников, потом теннисистов из других организаций, но именно чтобы это были не молодые, а уже люди с определенным опытом. То есть у студентов свои соревнования, а у людей старшего возраста у них свои соревнования. Соревнования по настольному теннису проходили как для женщин, так и для мужчин. Участие в весеннем пинг-понге приняли опытные игроки. У каждого уже есть наработанная техника и свои фирменные приемы. Данный турнир для нас является ежегодным, можно сказать. Мы постоянно участвуем, поэтому проблем участвовать, не участвовать не было. Это не основной вид спорта, который был для меня определяющим. Спортивная гимнастика, теннис и футбол – это были, будем говорить, развивающие виды спорта. Смотришь по сопернику, насколько он позволяет те или иные действия, а там уже определяешься, что интересует. Что ему будет неудобно, будем говорить в игре. Ежегодно в числе участников можно увидеть выпускников вуза. Раиля Жирякова – постоянный участник соревнований. У нее два образования. Одно – Челябинского политехнического института, а второе – Юргу. Она педагога по физической культуре сейчас. А тогда была инженером, работала на предприятии. Это было давно, но спортом люблю заниматься, поэтому регулярно участвую в этом турнире. Настольный теннис – за то, что он может принести успехи в любом возрасте. Участники весеннего пинг-понга не остались без поддержки болельщиков. Мы пришли поболеть за своих коллег и свою семью. За кого ты пришел болеть? За папу. А еще за кого? За русскую школу. Соревнования проводились в трех группах – дети, любители и профессионалы. Двойной праздник. Юргу отметил 20-летие юридического института и 30-летие юридической специальности в Южно-Уральском государственном университете. Юридический институт отпраздновал 30-летие. Торжественная часть началась в возложении цветов к бюсту Юрия Даниловича Лившица, радоначальника юридического образования в Юргу. Около бюста слова в памяти профессорей сказали его ученики. Действительно, институту 30 лет, и надо сказать, что более 20 лет я провела с нашим институтом и застала его трансформацию от факультета экономики и права до юридического института. То есть те моменты, когда он стал юридическим факультетом и нынешнего, и, конечно, он настолько вырос, что гордость берет невероятное. Это и преподавательский состав потрясающий, и студенты, и возможность развития студентов, возможность их развиваться не только в научном направлении, но и в практическом направлении. Это подтверждают проекты, которые сейчас реализуются. Но, тем не менее, те потрясающие традиции, которые были заложены основателям, в частности, Юрием Даниловичем Лившицем, Зинаидой Валентином Макаровой, к сожалению, уже ушедших от нас, и многих других преподавателей, так скажем, первой ступени становления, они до сих пор продолжаются, являются основополагающими и настолько потрясающе семейными, что это дает нам возможность гордиться тем, что мы здесь работаем и развивать. Юбилейная программа продолжилась в актовом зале ЮРГУ. На праздничном концерте с пожеланиями институту и студентам выступили депутаты, представители МВД, Следственного комитета, судов, антимонопольной службы и других ведомств в Челябинске. На сцене наградили преподавателей ветеранов юридического института. И действительно, за эти 30 лет, когда появилась кафедра, посвященная юриспруденции, эта структура, она преобразилась, очень активно развивалась, сегодня мы увидели это в ролике, она действительно впиталась в себе все самые лучшие традиции юридического образования России, при умноженных, и сегодня является одним из лидеров юридического образования нашей страны. Я вас всех с этим поздравляю, поздравляю с 30-летием, желаю вам крепкого здоровья, талантливых, ярких студентов, новых возможностей и достижения новых высот. Спасибо! За 30 лет мы стали безусловными лидерами, или точнее, корректнее сказать, входим в число лидеров юридического образования в регионе. Мы очень заметны и очень значимы в российской юридической науке. У нас замечательный преподавательский состав, у нас самый лучший в мире студент. Юридический институт в настоящее время объединяет НОЦ-экспертные технологии, Центр практической юриспруденции, юридическую клинику, криминалистическую лабораторию и семь кафедр. Профессорско-преподавательский состав представлен как докторами и кандидатами юридических наук, так и практиками, руководителями региональных государственных служб, судей Челябинского арбитражного суда. Количество обучающихся института – более трех тысяч. На праздничном мероприятии представители судов и ведомств отметили высокую подготовленность студентов ЮРГУ и их профессионализм в работе, которые ранее проявились во время прохождения учебной практики. Мы постоянно сотрудничаем со студентами ЮРГУ, именно со студентами юридического института, которые у нас на постоянной основе проходят практику, пишут дипломные работы. Также после окончания института приходят к нам работать в экспертно-криминалистический центр, работают в отделах полиции ОМВД России по городу Челябинску, в частности у нас в Калининском работают, в Курчатовском. Именно выпускники. Степень подготовленности, скажем так, высокая. Высокая степень, грамотные приходят студенты, окончившие именно юридический институт Южноуральского государственного университета. Я вам скажу, нам очень нравится, и мы ждем выпускников юридического института на работу. На праздники выступили творческие коллективы, а также ансамбль «Время чек» Главного управления МВД России по Челябинской области. До встречи в эфире! Я являюсь руководителем проекта по разработке программной платформы для подбора парфюмерно-декоративных продуктов на основе машинного обучения с внедрением рекомендательной системы. Наш продукт является актуальным для российского рынка в связи с тем, что на данный момент большое количество известных брендов парфюмерно-декоративной продукции уходит из России. В связи с этим наша система позволит пользователю выбрать подходящий парфюмерно-декоративный продукт, при этом затратив наименьшее количество его свободного времени. Наша система работает на основе алгоритмов машинного обучения. Пользователь сможет пройти на сайт нашего сервиса и пройти опрос, после которого он сможет получить перечень продуктов, которые он сможет купить в том либо ином магазине с ссылкой на наличие парфюмерно-декоративного магазина, либо его веб-сервиса. Также наш продукт является актуальным для бизнеса в связи с тем, что он повышает его эффективность, потому что парфюмерно-декоративный рынок сейчас с одной стороны переполнен, но с другой стороны продажи в магазинах немного упали, потому что цены на зарубежные продукты выросли, и пользователи некоторые остановили свой выбор на отсутствии покупок вообще, либо покупают масс-маркет. Но мы своим продуктом позволим пользователю познакомиться с рынком парфюмерно-декоративной косметики как отечественного, так и зарубежного рынка малоизвестных брендов, затратив при этом мало времени и не так много средств. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!